Меня зовут Павел. Я сам из Брянска. Я путешествую уже около пяти лет. Путешествую автостопом в основном. Почему именно автостоп? Во-первых, мне это очень нравится. Я люблю себя как-то внутренне прокачивать. Когда я иду по дороге автостопом, я общаюсь с людьми. Это один из лучших позитивных путей, я считаю. Потому что в момент общения мы делимся какой-то информацией. Во-первых, люди мне рассказывают о каких-то местах, об их культуре, об их традициях. А я делюсь своим опытом, который за это время скопил. Получается, это такой взаимообмен. Я считаю, это очень позитивный путь. Во-вторых, автостопом даже быстрее иногда добираюсь до каких-то мест. Автостопом удобно путешествовать в труднодоступных местах, куда не ездит транспорт какой-то местный. И не знаю, мне как-то проще. Я уже за это время, за пять лет выработал эту систему какую-то. И мне нравится этот путь. Вам сейчас сколько лет? Мне 30 лет сейчас. А в какое время вы решили, все, я поеду? Ой, это был еще далекий 2015 год. Пять лет назад? Да, около пяти лет назад. Для меня это кажется очень далеко, потому что за пять лет произошло столько событий, которые не происходили со мной за последние 25 лет. И вот это короткое время, оно прям очень насыщено событиями, информацией, знаниями и опытом соответственно. А если сейчас вернуться в прошлое, то как там жизнь сложилась, что в какой-то момент я поехал? В тот момент я жил в Москве еще, то есть мне уже хотелось что-то такого интересного. Я жил там, работал, ну и постоянно я хотел развиваться, то есть я искал какие-то мероприятия, там интересных людей, какие-то лекции, там события. И я как-то познакомился с путешественниками, которые тоже вот кто-то автостопом путешествует, кто-то там на мотоциклах, кто-то на велосипедах, кто-то пешком ходит даже по миру, путешествует там тысячи километров. И меня вдохновили несколько людей, вот я буквально несколько лекций приходил, и один паренек, он на велосипеде там и в Якутию путешествовал, по Африке. Я такой думаю, блин, парень молодой, 21 год был, он так куда-то уже катается на велосипеде, в минус 50 по Якутии, представьте, по зимним дорогам путешествовать. И еще вдохновил меня один дедушка, я помню ему было 80 лет, он рассказывал свою историю, в 60 лет он вышел на пенсию, и он не знал, чем заниматься, ему стало скучно, ну на пенсии, как обычно люди, им надо чем-то заниматься, двигаться, потому что жизнь-то не кончается на этом, вот они хотят чего-то, что-то делать. И он познакомился тоже с путешественниками, он нашел свой путь, он говорит, я хочу посмотреть мир в 60 лет, и он 20 лет уже путешествовал на тот момент, он путешествовал по разным странам, вот, он просто копил пенсию и куда-то уезжал, также путешествовал автостопом, брал с собой палатку, там, в лесах ходил куда-то, там, на горы поднимался, вот, и на тот момент ему было 81 год, по-моему, 81, сейчас ему около 85, и он до сих пор где-то вот сейчас вот по России, там, возьмет с собой рюкзачок и в лес уйдет, там, не знаю, в поход какой-нибудь с палаточкой, вот, ну, так как сейчас границы закрыты, он не уедет, но вот, когда был вот вариант в прошлом году, он путешествовал по Европе, по-моему, вот, и меня это вдохновило, я вот, от таких людей я вдохновляюсь, в основном от старых, пожилых людей, которые вот упустили, может быть, свою молодость, и сейчас они вот готовы познавать мир, вот, мне это прям вообще за душу разберет. И тогда куда была первая поездка? Первые поездки у меня были по России, автостопом я путешествовал вот в Крым, в Абхазию, там, на юга, там, в горы, вот, я путешествовал по центральной России, там, Питер, Москва, вот, как бы автостопом, мне интересно было изучить вот это передвижение именно таким способом, а потом в 2016 году я просто собрал вещи и уехал автостопом в Индию, вот, я добирался до Индии полгода, ну, соответственно, с остановками в городах, там, определенных странах, вот, я добирался через Монголию, Китай, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Мьянма, и вот до Индии добрался автостопом, переезжая границы вот по земле. Я просто изначально, почему говорю о прошлом, потому что многие люди, они тоже такие, вот, мы будем путешествовать, там, автостопом, например, автостопом поедем, но самое страшное в подобных делах, это тот самый первый шаг, вот, куда первая поездка автостопом была, вот, самая-самая первая. Ну, прям вообще, если взять самую-самую попутку, это было еще, вот, в самой Москве, когда я еще только начинал на лекции вот эти ходить про путешествия, и я уже понимал, что я буду путешествовать, я понимал, что я куда-то поеду, я, когда по Москве гулял, я просто внутри города, я просто, помню, куда-то, там, попутку поймал, там, человека, вот, не остановился на джипе, говорю, слушайте, подвезите мне, там, пять километров буквально, там, я мог бы пройти вообще, мог бы доехать на транспорт, мне просто интересно было вот попробовать, пообщаться с человеком, потому что это было как-то немножко страх внутри какой-то был, что новый человек, как он меня сейчас подвезет, что ему говорить, вот, это обычный страх вот у людей, которые с этим не сталкивались, вот, и да, он меня подвез спокойно, мы пообщались буквально, там, минут пять-десять, и я понял, что, блин, люди-то не такие-то злые, как говорят, там, они открытые, готовы, там, подвезти, за радость вообще пообщаться, причем за бесплатно, то есть они, то есть многие говорят даже, какие деньги, вы о чем, вот, у меня часто вот в поселках, где я проезжаю, там, люди говорят, вот, меня тоже кто-то подвозил, там, мужичок какой-то, вот, я им потом денежку сую, а он мне говорит, я тебя сейчас выкину из машины, там, я тебя сейчас, там, это, еще раз ты мне деньги будешь сувать, я тебя больше вообще коньяка подвозить не буду, то есть люди, водители, вот, кто, ну, адекватные, они стараются, ну, подвезти за просто так, за общение, им неважна вот эта вот материальная часть, вот. Если бы вы были обычным человеком, возили бы? Конечно, я вообще, если у меня был бы автомобиль свой, я вообще за радость подвозить, вот, я очень прям буду, я даже назад вернусь, если пропущу человека, назад вернусь, подвезу с удовольствием. Ну, вот, даже вы сейчас уже сколько путешествовать, вот, вы сказали, что вначале испытывали тот самый страх, да, первого, первого, да. Что можно вот сейчас, спустя время уже и опыт посоветовать людям, кто вот хочет начать, допустим, но также боится первый раз? Просто сделайте первый шаг, с доверием, просто начните делать и все. Это как вот, знаете, вот я раньше занимался, ходил в прорубь нырял зимой, там, каждую неделю, и вот сделать первый шаг трудно, в холодную воду прыгнуть, ну, как, ну, блин, просто вот уйти от этих мыслей, просто тебе надо это сделать, ты хочешь, но боишься, просто делай все, просто ну, прыгай в эту вот, ну, как бы, в холодную воду, вот, а там уже все пойдет, все будет хорошо. Вы путешествовать один? Ну, по большей части, да, иногда встречаю попутчиков. Таких же путешественников? Да, таких же путников. То есть, не было такого, что вы там с кем-то, с друзьями, допустим, собираетесь и целенаправленно там компании, там, два, четыре, десять человек едете куда-то? Ну, бывало это несколько раз, когда, если я останавливаюсь в каких-то местах, где много путешественников, если у нас, ну, такие же самые цели одинаковые, мы можем какую-то часть пути проехать все вместе. Было такое, что я автостопом один раз ехал, со мной было, у нас было семь человек, то есть я и шесть еще ребят таких же путешественников, это было в Таиланде, помню, вот, и мы ехали, помню, какой-то остров перемещались, семером автостопом, вот, и вот представьте, машина как бы, да, там пять мест, у нас всех в пикап погрузили просто в кузов, короче, все вместе там ехали, вот, там как-то с этим проще просто. А почему путешествуете один, так проще? Ну, во-первых, не всегда совпадают цели, вот, попутчиков, вот, если я встречаю людей, то есть, у кого-то туда-то дорога, у меня туда-то, у меня как бы свой путь, своя цель, поэтому, как бы, наверное, больше один путешествую из-за этого, что не совпадают маршруты, вот, прям на долгое расстояние, куда-нибудь далеко, прям через несколько странцев с одним человеком ехать, вот, ну, и опять же, если вот какие-то трудности на дороге возникают, и я сразу говорю, что я, например, могу, например, и ночью идти, там, могу не спать, например, несколько дней, могу не есть, например, могу там спать непонятно где, там, не знаю, на заброшенной станции, в разоброшенном доме, там, договориться с кем-то, у некоторых людей сразу такие, они такие, блин, нам нужен комфорт, нам нужно, там, какие-то условия, нам нужно где-то там, может, помыться, может, два раза в день, я говорю, ну, это, извиняйте, вот, как бы, ну, с такими людьми приходится компромисс искать, я говорю, бывает, что путешествовал с такими, ну, приходится идти на какие-то уступки. Вы сейчас упомянули страны, в каких странах вы побывали? Я был во многих странах Азии, в основном это Северная Азия, Юго-Восточная Азия, такие страны, как Монголия, Китай, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Тайвань, вот, Южная Корея, я там был, в Индии полгода путешествовал, также путешествовал по Европе, тут, Восточная Европа, Польша, Словакия, Астрия, Германия, Чехия, вот, и Средняя Азия, вот, Киргизия, Казахстан, вот, что там еще, ну, Абхазия, это еще давно я путешествовал, вот, сейчас вот путешествую по России в данный момент, вот, я считаю, Россия, это тоже одна из стран, которые вот для русских людей обязательно к посещению, у нас очень много мест, и это, как, вот, знаете, Россия, она собирает в себе почти все места, которые вот есть в мире, у нас есть и моря, и океаны, и острова, и пустыни, у нас, кстати, вот, в этом году я побывал самая северная пустыня в мире, Чарские пески, она находится за Байкальском крае, самая северная пустыня в мире. И она, как обычная пустыня, там песок. Пустыня, барханы, песок, да. Верблюды. Есть фотографии, куча оттуда, да, и там уникальность этой пустыни в том, что вот барханы, кругом песок, и на фоне заснеженные горы, и тайга, то есть это так вот необычно, обычно, ну, как бы мы представляем пустыню, это верблюды, да, там пустыня, песок, все, а там тайга, то есть пустыня находится в тайге, вот, и я говорю, Россия очень уникальная страна, то, что в ней очень много таких вот мест, которые собраны, ну, вот, говорят, там, Америка, там, да, не знаю, Донезия, чем-то какие-то отличия есть, а у нас это все собрано в одной стране, у нас есть куча островов, куча мест, дикой природы, вот, у нас просто не развит туризм, не развит, ну, как бы эта сфера не так сильно, поэтому немногие знают о этих местах, в самом только местные знают, а путешественники мало кто знает. Вот вы сейчас сказали, что, ну, очень большой список стран назвали, где они побывали, но путешествие, особенно автостоп, это всегда связано с разговорами с другими людьми, как в других странах. Прекрасно. Едет малазийцы, он не знает английский, вы не знаете малазийский. А, ну, если взять, например, вот это вот, не знание языка, то просто обычно на жестах, либо, не знаю, сейчас современный мир, можно пользоваться переводчиком. Когда я был в Китае, вот, последний раз, там, я вообще удивился, как настолько просто, вот, когда в 2016-м еще туда поехал, там как-то еще были сложности, то есть они не знают английского, я еще туда плохо знал английский, вот, и мы очень сложно общались. А сейчас у них вот этот WeChat, который вот в Китае, вот это приложение есть, они просто вот нажимают кнопку, тебе сразу перевод, тебе же на приложение, прямо уже сразу с переводом на твой русский язык, и ты просто вот через телефон, ты вот говоришь, как будто к ему, и вот в ту же секунду оно вот передается, там очень хорошая связь, как бы ты сразу говоришь, ему сразу на китайский это переводится, и мы как бы вот общаемся практически без прерываний. То есть это вот в Китае. Какие взять другие страны, где менее это развито, например, не знаю, Индия, там, Янма, там, Камбоджа, там просто на жестах, вот, людям достаточно вот языка жестов, жестов и, в принципе, понятно. Какие-то вещи, там, потребности объяснить можно, например, если ты просишь воды, там, показываешь бутылку, что вот она пустая, можно попить воды, там, вот, они тебе наливают, там, если хочешь помыться, показывай, что ты хочешь душ, например, типа можно помыться, вот, не знаю, там, такие вещи, они очень просто на жестах. Еще плюс, еще мозг начинает работать. Когда оказываешься в такой ситуации, когда тебя не понимают люди, ты начинаешь по-другому вообще мир воспринимать. И у тебя мозг прям включается очень сильно, ты начинаешь жестикулировать, начинаешь писать, начинаешь рисовать. Вот, это же все доступно. За пять лет вы много где побывали, там, мне кажется, миллионы просто историй. Какая самая, на ваш взгляд, экстремальная такая была? Ну, самая экстремальная со мной недавно случилась, вот, как раз-таки на Сахалине, точнее, даже еще, ну, и на Сахалине отчасти, и до Сахалина, то есть мы с другом, он из Хабаровска, его зовут Леша, мы с ним переплывали татарский пролив на самодельном катамаране, вот, мы перешли этот пролив с поселка Лазарева до поселка, вот, где есть Погиби, а мы чуть южнее причалили. То есть мы смастерили просто собственный катамаран из веток, пленки и скотча, вот, сделали парус, вот, и под парусом просто прошли этот пролив, 15 километров мы шли, примерно в середине пролива у нас там случилась протечка, вот этих баллонов, которые у нас были обтянуты стричь пленкой, вот, и мы начали воду вычерпывать просто, вот, и, ну, был момент, когда у нас судно так немножко так накренилось, немножко так пошло под воду, вот, в итоге мы как бы, ну, справились, из-за, ну, у Лехи был, во-первых, опыт в этом, у меня как бы опыта не было, я чувствовал какой-то немножко вот адреналин, всплеск такой, но мы как-то вот справились с собой, в итоге там сбалансировали судно, просто начали вычерпывать воду, вот, у нас были там еще бутылки пластиковые такие, мы их просто зубами отгрызли, короче, в итоге две бутылки отгрыз Леха, потому что я пробовал, пробовал, говорю, Леха, отгрызи мою бутылку, вот, он говорит, жить хочешь, грызи, говорит, а сам вычерпывает, вот, а я такой стою, у меня уже чуть чувствуют, зубы болят, я такой, Лех, ну, пожалуйста, отгрызи мою бутылку, дай мне свой черпак, а мне поменялись, я ему дал свою бутылку, и черпаком его вычерпывал, он потом эту бутылку отгрыз и тоже начал вычерпывать, Все, мы вычерпали воду, у нас судно поднялось, дальше мы уже шли до Сахалина на катамаране. Уже стемнело, ночь была, мы как бы по ночи шли. Ну, было стрессово, было рискованно, ну, мы как-то справились. Может быть, опыт помог справиться в этом. Ладно, все-таки, если мы уже коснулись с темой прибытия на Сахалин, как так жизнь-то сложилась, что такие на Сахалин? Вообще, я на Сахалин давно планировал, еще примерно года три, так как у меня здесь живут дальние родственники, которых я никогда не видел вообще в жизни. Я уже с 2017 года планировал сюда добраться, и постоянно как-то у меня планы менялись каждый год. В этом году, так как я двигался на Дальний Восток, я такой думаю, блин, ну, в принципе, Сахалин все приближается и приближается, как бы надо на него попасть, надо эту мечту исполнить свою. И в итоге я познакомился с Лешей в Хабаровске, а у него была идея проплыть в Татарский пролив на самодельном катамаране. Я его идею просто поддержал, мы приехали в Лазарев, когда уже начали строить, я вижу, что у нас все получается, что, в принципе, это наша машина, этот зверь, как бы может доплыть до Сахалина. И я такой, классно, давай попробуем. У нас была идея договориться с рыбаками, с местными, переправиться, как бы это можно было сделать все равно. Но самый интерес был именно сделать свое судно и на нем переправиться. Это даже как эксперимент. Вот если вы оказываетесь там в дикой природе где-то, надо речку переплыть. Вот, и то есть как можно в диких условиях собрать что-то такое похожее, как перебраться. Вот, этот пролив или реку, допустим. То есть эксперимент удался, но с небольшими ошибками. Сложно сделать катамаран, плод, корабль, вот этот вот? Если не зная, как его делать, то да, сложно. Но опять же, сейчас мы живем в таком веке технологии и информации, что достаточно просто зайти в интернет, и там кучу людей предоставляют свои какие-то там технологии, вот обычные на коленке сделанные. Вот, мы смотрели технологию одного мужичка в ютубе, он просто сделал каяк, тоже из каркаса, из веток. Был у него каркас такой, были как шпанголоты, их было несколько, плюс ветки продольные. Вот, он это с встреч пленкой обтянул, сделал как бы себе место, чтобы сидеть там, и все, у него получился каяк такой длинный, вот, весло у него как бы тоже было там, или из дерева он сделал. Все, из природных материалов он сделал себе каяк, который стоит достаточно дорого в туристических магазинах или рыболовных. То есть можно это сделать за копейки, вот, и переправиться. На этой основе мы просто сделали вот эти две гондолы такие, как для катамарана, сделали палубу, мачту, парус, рулевую тягу, ну, это вот не тягу, рулевую, короче, руль, вот, и поплыли на Сахалин, вот, все работало. Можно ли сказать, что вы сделали плод по урокам из ютуба? Ну, именно такого вот катамарана я нигде не видел. То есть была технология создания каяка, вот, а мы на технологии создания каяка, мы создали таких же два баллона, просто два баллона. Плюс мы делали плод, делали, ой, этот, палубу, делали мачту и делали руль. Вот, как бы до этого, ну, такого еще не было. Ну, по крайней мере, я нигде этого не видел, чтобы так кто-то делал. Вот, и по поводу переплытия Татарского пролива, я нигде не нашел информации, что кто-то этот пролив преодолевал на самодельном средстве. То есть были попытки, там, вот, какой-то парень переплыл на Сапе, вот, кто-то переплывал, там, на лодках, на своих, на моторных или, там, на весельных. Но именно на самодельном средстве никто еще не преодолевал. Поэтому нас это тоже заинтересовало, то есть мы хотели быть, как бы, ну, первооткрывателями, что ли, я не знаю, вот. Но больше это Лехина мечта была. Я просто помог ему, наверное, исполнить, ну, и, как бы, мне самому было это интересно, как получение нового опыта. Вы сейчас вспомните те самые эмоции, вот, вы плыли по пути, вот, там, вот, эта протечка случилась, все, вы доплыли, и вот тот самый момент, когда вот выступаете на земле, вот он прям. Да, да, смотрите, там был момент, короче, когда мы плыли, уже стало темно, я помню этот момент, и уже вообще стемнело, то есть уже закат прошел, уже зарево прошло, уже просто темнота кромешная. Впереди два маяка, которые были на Сахалине, и была такая бухта длинная. Я все думаю, когда же мы приплывем, уже должен быть берег, уже эти маяки, уже, как будто, они бесконечно горят, когда, мы, как будто, на месте где-то застряли. Мы еще плыли, там, в темноте, этот планктон светящийся, вот, такой рукой пошоркал. Знаете, планктон, он обычно, вот, в океане, там, открытый океан, он светится. Вот, я руку так вот делал, он светился, так красиво, ну, прям какая-то магия была. Я вот сидел, помню, сижу уже, такой, вычерпывают воду, мы вычерпывали постоянно, то есть последние, там, часа, наверное, 3-4, мы просто вот этим и занимались, как раз вычерпыванием. Вот, и у меня мозг просто отключился, мое эмоциональное состояние, оно было такое, что, я как в апатии вот сижу, вот так вот вычерпываю, как рука на автомате. И в какой-то момент Леха мне кричит, что, Паша, что-то там, берегись, мне вот послышалось, что он сказал, берегись. И я услышал впереди журчание воды, что-то, какие-то волны, мне показалось, что он кричит, Паша, волна, берегись. Я еще думаю, как волна может быть спереди, а наши обычно сзади шли, как бы, нас, тут спереди какая-то волна. И у меня было чувство страха какой-то внутри, я думаю, ну, опять еще волны не хватало, тут эта проблема, короче, тут еще волны какие-то. В итоге, второй раз, когда он крикнул, он говорит, Паша, земля. Я сразу понял, что эта волна не у нас идет, а это просто был прибой уже в берег. То есть я слышу вот эти волны, которые туда прибивают, заходят на землю, и наш плод просто врезается в землю. И он такой, Паша, прыгай. И я от радости, я даже не на землю прыгнул, а прям в воду, короче, почти по колено такой нырнул, там, у меня сразу вода проникла из ботинки, вот, замочила мне там штаны. Вот, я такой счастливый был, я даже этого не заметил. Ветер сильный был, ну, мы такие радостные были в темноте, просто врезались туда, куда-то, землю. Я рюкзаки сразу стаскиваю, там, ну, отвязываю, кидаю их на землю. Мы этот плод подняли, ну, катамаранчик подняли, вынесли на берег. Потом, ну, мы решили сделать, ну, как-то сказать, чтобы не засорять природу, мы решили наш катамаран просто сжечь, потому что там очень много было стричь пленки, скотча, ну, вот этого пластика, короче. И мы решили просто его сжечь, вот, мы сделали костерчик, вот, и все, материал туда понакидали, все это сгорело. Ну, потом еще долго горело, мы уже ушли. Ну, зато мы просушились, согрелись, вот, попили чаю там, вот, да. И все, как бы, наша была цель именно добраться на катамаране, вот. А мы не хотели его оставлять, мы просто его сожгли. Так мы добрались. Долго потом еще до цивилизации шли? Да, мы потом еще шли пять дней где-то. Мы выбирались к поселку Дружба, он уже не существующий поселок, там, заброшенный. Преодолевали еще одну реку вброд, тоже строили плод. В итоге оказалось, что река не настолько глубокая, река Уанга, она там втекает в море. И когда был отлив, она, ну, ее устье, оно немножко сузилось. Мы думали, там глубоко, а оказывается, там было почти по грудь где-то вот так вот. То есть мы вещи наши перетащили, но очень много времени затратили на постройку плота тоже. Мы думали, вещи хотя бы на плоту. Оказалось, все так просто. Потом мы там вышли к этому поселку, он оказался заброшенным. Мы там переночевали в каком-то заброшенном доме, построили там печку, ну, там, из каких-то материалов там собрали, там, печку сделали, вот, сделали тепло в доме, вот. Плюс там еще на пляже и в округе очень было много следов медведей. То есть мы, ну, как бы, мы дверь закрывали, как бы, завязывали, чтобы нам никто не зашел. У нас с собой был этот сигнальный, как это, типа, граммофон, такая вот штука газовая, вот, сигналка. И плюс еще фальшфейер зажигаешь, он горит, минус 40, он, ну, в принципе, от медведей. Вот, и когда мы уже вышли там на дорогу, мы около пяти дней вот шли пешком. Ну, то есть первый день мы шли до этого поселка заброшенного, потом еще четыре дня мы шли по дороге пешком до первых людей, до первой базы, вот, где были люди. Шли, вот у нас были ограниченные запасы еды, вот, они там в последний день закончились, мы просто шли без еды, пили чай, кушали шишки, ягоды, там, веточки еловые, вот. Ну, тайга, она такая, она прокормит, как бы, сезон еще хороший был, осенний, как бы, еще не все под снегом, вот, поэтому были ягоды, были шишки, вот. В итоге мы добрались пешком, 66 километров мы шли до первой базы, вот, и потом нас уже люди немножко угостили там едой, вот, и потом еще 13 километров мы остались у одного дядечки переночевать в вагончике, и уже на следующий день там один дядечка там, он, видимо, на рыбалку ездил, или, не знаю, по делам куда-то туда, в эти базы, вот, и он ехал назад, ну, как бы, в цивилизацию, и нас подвез уже на машине. Очень многие люди хотят путешествовать, но всегда ищут оправдания, типа, путешествовать – это дорого. Путешествовать – это дорого? Нет, путешествовать не дорого, смотря как вы путешествуете. У каждого свой путь. Я считаю, путешествие от слова «путь» и «шествие». Каждый идем своим путем. Если человек воспринимает путешествие как катание там на дорогих яхтах, жить в пятизвездочном отеле, там, вот, это одно, это один путь, вот, он дорогой, да, я этим путем не пользуюсь. Я пользуюсь экономным путем, то есть я очень мало денег трачу, во-первых, на еду, я не ночую в отелях, ну, практически, иногда я ими пользуюсь где-нибудь за границей, но очень в таких вот случаях, где вообще нет возможности. Вот, то есть ночую в основном либо в палатке, либо у кого-нибудь на вписках. Ну, вписки – это вот по знакомству, через друзей, там, может быть, какие-нибудь родственники дальние, может, просто человек тебя по доброй душе примет домой к себе. Вот. Подрабатываю средства также в пути, то есть у меня нет такого постоянного заработка, то есть я где-то там подработал, плюс занимаюсь еще фотографией, вот, то есть мне приносят небольшие средства, вот. И я считаю, путешествие – это недорогое удовольствие, смотря как вы путешествуете, все зависит от вас. Сейчас на Сахалине еще долго и куда потом? После Сахалина я двигаюсь на Камчатку и хочу на Камчатке уже найти либо волонтерские программы, либо подработать. Вот, опять же, говорю, я ищу такие места, где можно подработать, когда у меня заканчиваются средства, вот, то есть деньги я считаю как средства, то есть, опять же, для достижения целей. Я никогда не был на Камчатке, то есть я еду туда первый раз, и мне интересно посмотреть вот эти красоты, вулканы, вот, и пообщаться с местным населением, поизучить природу, побыть там какое-то время, вероятнее всего, на зимовку. Это интервью будут смотреть те люди, которым интересна ваша личность и в целом интересна тема путешествий, но, скорее всего, они не так уж и много путешествуют, но, возможно, и хотели бы. Сейчас, в силу своего опыта, скажите какую-то мысль, какую-то идею, что возможность подвигнет этих людей, и они будут счастливы. Будьте открытыми для других людей, делайте то, что нравится, я считаю, это очень важно. Если делать что-то, то, что тебе не нравится, ну, обычно люди, как бы, становятся несчастными. То есть надо всегда делать то, что вы любите в своей жизни. Доверяйте миру, любите природу, ходите в походы, потому что природа, я считаю, самый большой как-то доктор для души, что ли. И надо вот туда больше ходить и общаться. Природа лечит эмоционально, психологически. Поэтому просто любите этот мир. Как бы такой вот простой совет. Большое вам спасибо. Да. Спасибо вам. Спасибо. Было? Да, спасибо. Продолжение следует...